Доброго времени суток, дорогие друзья! Сегодня у меня пробило на ностальгию и я решил перепройти метро, а именно всю серию. Начинаем с метро 2033 и именно с версии редукции, в которой вроде только улучшена графика и изменено пару моментов. Как видите, я уже еще не начинал ее без вас, чтобы обязательно нужно с вами заставку просмотреть. По видео поставил все очень высокое, в принципе, думаю, норм. По звукам я все настроил. Думаю, вам будет приятно смотреть. Поэтому новая игра. Выживший. Выберите стиль игры. Выживание. Спартанец. Режим выживания. Делающий патроны и фильмы редкостью. А спартанец еще делает. В режиме спартанец тоже боев и скрытость. Режим стандартом. Режимом метро. Лучь надежда. Патроны так и... Ага. Более нет. Будем выживание играть. Давайте... Конечно, рейнджера я не смогу. Давайте ебанем хардкорчик. Чика так двигать. Позвонок пока крайний слева. Изображение станет едва ли видно. Получается, типа... Едва ли видно. Мне вот так нравится. Вот. Я думаю, вот это самое то... В тоннеле становилось холоднее. Так. Записи... Верхности. Через минуту мы должны были оказаться наверху. Наедине с воющим ветром. Наедине с чудовищами. Наедине с самой судьбой. Я был почти у цели. Вот так начинается игра, ничего не объясняя никакой... Когда ты покидал свою родную станцию, думал ли ты, что мы окажемся в таком положении? Что мы даже не будем знать, спасаем ли мы наш мир? Или обрекаем его навсегда? Да хуй его знает, пацаны. Я за любой кипиш, кроме голодовки, если честно. А вот... А вот вестница, судя по всему, решила меня убить. Артём, ну ты конь, конечно. Мне кажется, Артёму пора худеть. А ещё мне кажется... Чуть-чуть мне надо звук убрать. А то я вроде бы настроил, но я думаю, чуть-чуть снизим. Такие вот резкие звуки спецферы. Придётся пробраться через брошенный блокпост Артём. Вот так вот и живём, пацаны. Тихо. Дальше кем-то казалось под... Подхалочка. Открывай его ворота, я прикрою. Нет, тут нету подхалочки больше. Мышка. Мышечка. А это я чё делал? Нахрена я это поднял? О, лифт приехал. Открывай ворота, я прикрою. А, да. Я не открыл ворота, ну ладно. А чё я сделал вообще? Вы пойми, но я что-то сделал. Ржавый Андреаль. Вечно всё ломается. Придётся открывать вручную. Ну ладно. Так уж и выйти. Я, кстати, не знал, что раньше здесь можно было всё пощупать и закрыть ворота, открыть ворота. Ну да, сделаем так, чтобы когда мы убегали, нам нужно было садиться. Артём, пошибуши по ящикам. Вдруг найдёшь что полезное. Ой, спасибо за совет. Нет, не готов, я ещё не облутался. Отстань. Я хочу сюда зайти. Умные пираты всегда идут в обход. Вот, запомни, это правило номер один. Свет. Свет пусть горит. Но в Астечке-то что-то есть. Фильтры. Вот дальше, если перейдите, я эти фильтры, я бы сдох. А ты чё здесь такое? А, грибочек нельзя собирать. Ё-моё, чувствительность мыши слишком дикая. Ща, минуточку, извиняюсь, конечно, за это неудобство. Номинаю чуть-чуть уменьшить чувствительность мыши. Примерно на востока. Думаю. Не, это жесть. Какие здесь чувствительные прям настройки мыши. Вот столько. Да, самое то. Ну всё, давай наверх. Ну давай наверх, пойдём наверх. Я здесь другого пути-то и не вижу. Мне вот интересно, зачем я там в лифте включил этот свет? Как-то, похоже, никого нет дома. Это просто по приколу или я что-то сделал? Без него ты долго протянешь. Да ладно. Я, я стану гулем. Я жигуль. Я жигуль. Я жигуль. Я жигуль. Я жигуль. Я жигуль. А, что это было? А вот из гражи, пожаловали. Я не хочу в него стрелять. Давайте мы не будем в него стрелять. Я мать его. Приньбы, я знаю. Я буду использовать всех танков. Нихуя себе он обиделся на него. Минус. Не минус. Нормально. Ненормально, ещё один. Ай. А это было больно. И он на меня сагрился чисто. По-моему, я в него высадил лишнюю обойму. Патронов и так ни хера нету. Давай-ка наляжем. Тянем, потянем. Тянем. Репку за щёчку. Там что-то за кого-то. Мышка за... Вопрос, короче, ребята, на засыпку. За кого тянула мышка? Я не помню. Сказку-репку. Кто её вообще читал? А ещё у меня такие звуки, ощущение, что он затухается. Вот она, наша цель. Наконец-то. Луна? Вместе на связи. Буйман, как слышите? Наша цель луна. Дохват луны, вперёд. Слышу вас, конечно, приём. Наша цель луна, вышка. Мы у башни. Повторяю, мы у башни. Ну ладно, башня. Группа выдвинулась. Приём. Куда мы... Так что они на связи. Говорят, что приближаются к башне. Мы... Наз... А. Мы или не мы? Что? Кто? Как? Я вообще в другом месте был, алё. Кто это за телепортации неожиданные? Кошак дерёт моё кресло. Это нехорошо. Как добрались, товарищ полковник? Хуёво. Что я спрошу? Слышите? Почему? Ну, когда мы собрались запускать ядерную ракету, прям такая плохая погода стала. Круг, быстро! Мне кажется, это и летит дьявол, и, блядь, такие стады прям бегут. Конечно, они умеют выбирать погоду, чтобы запускать ядерную ракету. Наверное, специально искали самое плохое время. Минут, что... Я не помню, какая библиотека, я помню, библиотекарей, но не помню, что там было. Чё! Огонь! Куда эта вся стая бежит? А у меня пицца скончила, ты же. Что это было? Вот это он сильный. Демоны. А может, они в машину и уедем просто? Или мы и так просто решили патроны потратить? Может, богатые, да? А, ну вот, машины больше нету. Нет. Нет бы воспользоваться пулеметом. Нет же, мы будем снять автомата. Это наш дом. Это всё, что у нас осталось. Да, жизнь тут не сахар, но ты всегда знаешь, что на твоих... Честно говоря, я не понимаю, почему мы не могли просто потратить патроны пулемета, не зашмалять с пулемета. Мы просто стреляли, тратили драгоценные патроны. И почему мы просто не проехали на машине туда? Красивые картинки. Старого Питера. Старой Москвы. Честно говоря, я ни разу не был в Москве, но хотел бы там побывать. Довольно-таки красивые картинки. Хорошее музыкальное сопровождение. Мне оно очень сильно нравится. Красота. Артём, это кто? Проснулся наконец. К нам скоро придёт Хантер. У него-то всегда самые свежие новости с других станций. Вставай, тебе тоже будет интересно послушать. Я помню, я читал это. Я читал книгу по метро. Кто-то храпит даже. Да, я болею немножко. Метро 34. 24. Не курить. Лампочки. Я помню, читал книгу. Помню, как приходил Хантер. Хантер. Кошак у меня лезет на стол. Плачут дети. Пойдём, Артём, пойдём. На самом деле, витамин романтично это всё. Чёрных найти и уничтожить? Ну вы и расисты, я вас уничтожаю. Я осуждаю. Чёрные это тоже люди. Нельзя их уничтожать. Этой станции недолго осталось, если нападение чёрных не прекратится. Мы должны что-то сделать. Да что ещё мы можем сделать? Никого нет дома. Никого нет дома, а кто говорит? Чёрные у нас всех перебьют до единого и сожрут. А вот это страшно уже. Ну, белых не жалко в любом случае. Серёженька, у моего никто не видел. Серёжа! Прошлой ночью они снова нападают наш зозу. Госпиталь переполнен. Всё под ним тронет. Мам! А, мам! А долго нам ещё шарит? Пойдём. Что же делать теперь? Где ты, Лёша? Не хотел тебя отпускать на это дежурство. Что с Алексеем не знаете? Позорогим нельзя! Пётр, не от него. Не видишь, он ранен. Выбраться на зарете. Да, извинишь, не узнал. Мёху Рыжего. Ага. В самом пекле оказался. Хой, он был чёрным. Врач ничего не говорит. Это опять чёрные были, да? Всё под контролем. Давай, Артём, не задерживай. По идее, Артём никогда не был... Ну, в начале книги он не был военным. Военнослужащим, спартанцем, этим всей фигнёй. Он был обычным челиком, который любил читать, который покупал книжки. Мы тут в осаде. Родные рвутся к раненым своим. Но... Как раненые. Никаких улучшений. Этим утром ещё двое скончались. Чёрные убивают не сразу. Но они словно разрывают нам мозг. Душу рвут. Боже, когда же это закончится? Я больше не могу. Но, Господи. Слишком много диалогов, мне кажется. Я не успеваю за всем. А почему я не нашёл даже незаметку? Да, блин. Каждый день в северные туннели уходят наши бойцы. И каждый день оттуда несут убитых. Убитых жестоко. Необъяснимо жестоко. И ещё больше возвращаются оттуда обезумевшимися. Но только так посылаю своих друзей, соседей, родных. Насмерть. В туннеле мы можем держать чёрных на расстоянии. И когда у нас не будет хватать сил, чтобы отбивать тех атаки на дальнейших подступах, они явятся на станцию. И тогда нам конец. На станции шепчутся украдкой надежды. Но спасения нет. Мы просто тянем время. Но сухой, мой отчим, начальник станции, надеется на чудо. Он говорит, что нас может выручить его давний друг Хантер. Хантер, член отряда Спарты Боевого братства, которые покаляются защищать метро от любых опасностей. Нет ничего, что могло бы испугать этих людей. По крайней мере, и до чёрных не было. В общем-то, его попросил Хантер, если он не вернётся, чтобы он отнёс жетон и предупредил Мельникова. В книге это было так. Полковника Мельникова. И с этого началось приключение. Не могу. Нет. Добраться. Добраться. Есть слишком много диалогов, которые мешают очень сильно. Это, конечно, реалистично, но в плане... Но в плане игры, так это не очень сильно смешаются друг с другом. Ну, мало ли, мутант решил самовыпилом заняться башкой к стену. Какой он красивый. Кстати, всём и чё он во снах снился. Добро пожаловать к ВДНХ, Хантер. Спасибо. А теперь закройте ворота. Давно не виделись, Хантер. Рад видеть тебя, Саша. Здравствуй, Артём. Какой у него тотальный голод? Какие вести с полей? Что в мире творится? Ну-ка, да всё как обычно. Все говорят только о вашей станции и этих... ваших мутантах. Возле работающего эксплутора будь осторожен. Что такое эксплутор? Артём, я тут прикупил древние открытки с видами Нью-Йорка. Держи. Спасибо, дядя. Это не просто мутанты, поверь мне. О, статуя свободы. Что-то страшное. Чёрное, да? К чёрту детали. У нас в ордене заведено так. Врагов надо истреблять. Тревога. Кто-то проник в главную вентиляционную шахту. Они идут сверху. Каким образом они проникли? Кирилл, бери своих, закрывай туннель. Самиш, мы остаёмся в этом зале. Согласен. Артём, бери оружие. Где его взять? А, понятно. А, ну да, мне пистолет. Заебись. Чёрт, где же они вылезут? Они придут сюда. Больница рядом. Запах крови. Откуда вы? Кто-нибудь есть уже? Конечно, я не безопасно тебе угол взял. Мне кажется, ему моя помощь не нужна была от слова совсем. Я так нормально справился. Ладно. Три патрона. А они долбят. Мне кажется, им из ничего жить не учит. И кажется, мне нужно звук делать потише немножко, то у меня будет плохо слышность. Мне кажется, умные мысли их преследуют. Чтоб вы хоть одного поубили. Долазил ты, блять. Ай. Нахуял, на меня серию атаку прям захуячили. Ай, блять, да по жопе-то за что? И для тебя, мама, персик растила. И для тебя этот персик, сука, свёк. Да, блять! Сука. Что ты орёшь? Я тебя покормил, не надо мне леве. От меня кот ушёл. А он умеет летать. Там невидимая стенка. Забавно. Кто этих первых вылетит, интересно? Нанесу или мурон? А, да? Нормально, живём. Нормально, их надо сразу истреблять, оказывается, просто. Мне бы ещё дали базуку, блин. У него такой долгий темп стрельбы у этого револьвера, на самом деле. Вроде он танканул, а поебалу досталась мне. Вот это вот закон справедливости называется. Я главный герой, я не должен умереть. Хантер, тебя не жалко, ты всё равно умрёшь. Ага, дали мне пистолет, блять, чё б ножом дали уже. Это чёрные, обычная туннельная нечисть. Даже когда ты не видишь чёрных вокруг, они всё равно рядом. Ты о них вдумаешь, ты их боишься. Страх их оружие. Прочие туннельные гады бегут от них, как крысы. Чёрные не просто мутанты. Это Хомонолус, следующая ступень эволюции. Выживает сильнейший, знаешь? Так вот это не про нас. А у меня энергетик закончится. А нет, есть глоток. Ты как скотина, которую ведут на бойню. А я буду цепляться за жизнь до последнего. Понял? А когда отправлюсь в ад, прихвачу с собой этих твоих гомоновусов. Пойди, глянь. У меня в госпитале десяток проверенных бойцов пускают слюни и бормочут ерунду. Даже душу мы подошли. Внешний флот пост уничтожен. Эпичная сцена. Сзади взрыва не хватает. Но блин, игра реально сделана с душой. Просто очень красивая. Вот так вот. Минус несколько специализированных бойцов. Одному дьяволу известно, что творится за последним рубежом вашей обороны. Я пойду на разведку. Слушай меня внимательно, Артем. Если это зато, то вернусь. Ты должен добраться до полюса и найти человека, которого зовут Мельником. Расскажешь ему, что случилось со мной и что происходит в ваших туннелях. Покажи Мельнику вот это, чтобы он поверил, что ты от меня. Я надеюсь на тебя, Артем. Не подведи. Раскидали весь отряд, а он решил покеросовать и уйти один. Если мы хотим выжить, мы должны уничтожить эту угрозу. Любой сыной уничтожить. Понял? Спарта. Мельник. Ханта. Хантер не вернулся. Сбежать с ВДНХ мне было непросто, но я ведь дал ему слово. На следующий день кришской уходил караван. Караванщик набирал охранников. И я завербовался. Все канонично, все по книжке идет. Очень много схожих моментов. Наконец-то. Ты, блин, в своем обычном темпе, да? Ладно, хватаешь мать его в оружейной и на платформу. Они уже заждались. Я буду там. И смотри, ничего не забудь. Окей. Не вылечок. Прикольно было на самом деле. Не, реальная игра так сильно красива с душой. Что из-за того, что я поиграл на гитаре, мне дали вспышку? Что? Доброе утро всем, нас ждут, а мы играем на гитаре. Ладно, ВДНХ. Еще одна заметка, значит, должна быть так. Обороны нашей станции о черных противниках, жутких, непонятных, непобедимых. Отнимают все наши силы. Мы забыли о старых врагах, упырях, насочах. А если бы не Хантеры, эти твари бы забрались в нашу госпиталь. Страшно даже подумать, что случилось бы тогда. Опоздая и Хантер хоть на час. Отпуяли. Ну я дозорный, да, пройти. Прекрасно. Прости, парень, пока не могу тебя пропустить. Где ты вообще эту запись нашел? Пришлось заплатить хреновую тучу патрону за эту структуру. О, пластинки, ни хрена себе. Точно не жалею, что купил ее. Не, мелодия классная. Такой был музончик, знаешь, и наклеить на все, на весь видос. Такой расслабляющий. Как же меня досталось, все это, чего я терплю. Говорила мне мама держаться от тебя подальше. Говорила, что ты дебил, неудачник. Мама, ты была права. Твоя мамочка тебя не слышит там в аду, так что заткнись. А это жестко на самом деле. О, Adidas. Тут, 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 тут. Все на этом диалог ваш закончен, тогда я пойду. Это паровозик? Огромный, братан. Огромный. А когда вернется мама, мы ей покажем твой рисунок, и она обрадуется. Скажет, что ты молодчина. Хорошо, я нарисую. Пап, а когда мама уже вернется? Скоро вернется. Обязательно вернется. Видела бы она, как ты вырос. Да. Не, вот, не знаю, почему у меня такая душевная игра всегда как-то это. Черт, приснится же такое. Опять снил, что я на поверхность попал. Слушай, хорош уже рассказывать мне эти кошмары. У меня своих хватает. В ближайшие 50 лет нам не грозит подняться на нем. Так что, спи спокойно, дорогой товарищ. На самом деле, неплохой специальный психолог. Это если я бы стал психологом. У нас своих проблем хватает. Ну вот, этот мужчина, такой пазапный, оборачивается к ней и говорит. Девушка, если бы моя жена готовила так, как вы, я был бы самым счастливым человеком на земле. Повара. Что же ваша жена так не готовит? А он не. Ну, вообще-то, я как бы не женат. Ой, прелесть какая. Ну так давай, подруга, вперед. Не теряй свой шанс. Не теряй свой шанс. Сланшет, удерживатель, мягкий знак. Если бы я его еще видел в этой темноте. Нормально то, что Кут орет в стенку. Вообще, я не понимаю, что с ним происходит. Он вот сидит и орет в стенку. Зачем на стенку орешь? Какой-то контуженный кот. Кошак контуженный, в общем. Не обращаем внимания, играем дальше. Он просто захотел поорать на стенку. Так, нам отсюда. Допустим, достаем. Это женщина, с которой она разговаривала. О, да. Все в порядке? Прости, я тут маленько за... Проституткой. Ага. Слушай, дай поспать, а! А то мне скоро на дежурство. Я тоже хочу спать. Отпустите меня, пожалуйста, поспать. Это откуда звук уносится? Никого нет дома. А, это опять ты. Ну ладно. Пробаливай, Артем. Почему он такая злая? Я просто... Кончай с этим, у меня дела поважнее есть. Ну ладно. Артем к ней приставал. Ну я же просил тебя, никуда не отходи. Знаешь, как я за тебя был. Никогда, никогда больше не делай так. Хорошо, пап. Я с вами его с такими. Городился тем, что создал самый популярный в мире автомат. Говорил счастлив, что границы родины спокойны благодаря ему. А я бы, если такую штуковину изобрел, точно бы свихнулся и повесился. Представь, твое изобретение – главное орудие убийства на планете. Это похоже, чем быть тем доктором, который придумал гильотин. И вот еще, задумайся. У нас у всех патроны вместо денег, так? Жуть ведь! Да. На самом деле, да, деньги. За деньги мы отдаем свое время, то есть свою жизнь, находясь на работе нам. Мы отдаем не труд, мы отдаем свое здоровье и свое время. И это довольно-таки грустный факт. А это чем провинился? Иди-ка сюда, мил человек. Погутарим, манюха. Че такое? Не болтать, ясно? Иди, Артем, иди. Нечего тут ошиваться. Тюрьма для воров. А ты честный человек. А что они украли? Ну а че? Ну поймали. Ну посадили. А что у меня выбор был? Жрать-то надо что-то. Да ты и так вроде толстенький. На жутке бы своем пожил. Я сам радистом раньше был. И после войны, ну еще когда единая система управления не распалась, посадили меня, значит, следить за радиоэфиром. Но мы тогда еще надеялись связаться с правительственными бункерами за Уралом. Но по этим бункерам-то в первую очередь противник и целился. Они ведь как сначала? По гражданским целям старались не стрелять. Ну может для оккупации берегли. И никто же не думал, что это самая последняя война, когда уже все равно. Ну вот, сидел я в радиорубке, слушал эфир. И пришлось всякого наслушаться. Сибирь молчала вся. А вот остальные выходили на связь. В том числе атомные подлодки наши. Подлодки еще запрашивали приказы. Наносить еще удары по ним. Никто не верил, что Москвы-то больше нет. Бывалые морские капитаны, как дети в эфире, плакали. Офицеры и матросы умоляли меня проверить, нет ли их родных среди выживших. Что я мог сделать? Ну ничего. Кто-то решал отомстить, уходил на пусковые позиции. Мировая война, может, и кончилась. Но у некоторых еще своя война была. Другие поняли, что раз мир уже обречен и так, добивать горстки выживших смысла не имеет. Махали нам все рукой. Подлодки еще долго на связь выходили. Они ведь могли в автономном плавании по полгода находиться. Яды и горючего хватает. Ой, ну и деньги были, как вспомнил, дрожь пробирает. Так, а мне не за оружием, не за патронами, да, сперва? Привет. Все в норме. А что, прошу тебя? У меня сын болеет, Антошка. Ты не можешь быть? Неловко как. Хоть пару патронов дать нам налегу. Спасибо, Артем. Есть еще добрые люди. Идите чертовы деньги. Ладно, смотри, реальный шлем в лоб не прошибешь. Без хорошего автомата считай, нету солдата. Подари себе пистолет, заставь себя уважать. Я пиздюк не толкну. Уничтожает все живое лучше спирта и не оставляет парнилья. Просто по гривену. Акция, ничего, убейте ДТ, внушитель фонарок. Шутка, ДТ нету. Решепт. А потом, черт я знает, решили срезать через боковое отецы. Командиры наши, нереальный черт за ногу терпят. Шутка. А там в этом туннельчике туман стоит. В двух шагах, ничего не видно. И звучки какие-то такие странные. Но чтобы в тумане не потеряться, мы замыкающего наших, которые последствия шуток, вывязали канатом за пояс. А второй конец дали одному из тех, кто во главе колонны шел. Ну, все правильно сделали по инструкции. Можешь теперь эту инструкцию засунуть тому, кто ее писал. Сленина! Идем. Не видно ни черта. И где-то посередине этого межтуннельника что-то за этот канат как дернет. Мы зовем замыкающего. Ничего, тишина. Толян, он посередине был, тащит канат. А он будто откушен кем-то. И свинья какие-то на конце дыгья. И это замыкающего, понятно, больше никто не видел. Но Толян с тех пор ни с кем не разговаривает. Господи Боже. Так что у меня теперь свое правило. Сколько ни набери с собой бойцов. Если смерть с косой придет за тобой, ничего не поможет. В большом отряде даже хуже. Путаница, люди по своим поля. Отступать нельзя, надо раненых тащить. И экспиратистка, жертвы от кем-то старости, все равно не поможет. Кроме понятное дело, перегона между Сухаревской и проклятой Тургеневской. Там все пособенно. Ты хочешь что-нибудь? Уф там скидка. Но ты заебала уже. Не хочу этого мяса прокованное есть. Ну, сынок, что тебе купить? Чувалинка. Ну, давай, Сушка, выбирай себе подарок. Я не люблю играть пистолетом. Как хочешь. Мелочек. И цветные карандаши, и конфеты. И карандаши, можно? Карандаши уже были в городах. Если ты будешь хорошо себя вести, договорились? Слушайся, маму, и не обижай ее. Вот это я хочу. Можно мне это оружие? Опять нажрался. Давай, давай, скотина пьяная. Даже такие времена умудрают собухать. А? Что? Что тебе надо? Ну, хотя тут как взглянуть. Ты кто вообще? Ты кто, дурочка? Ну, сколько можно снячить? Клизнец, если ты не встанешь, я вернусь со сковородкой, и тебе хана. Ждем сковородку. Сковородку в студию. Не можно здесь сковородку, я хочу сковородку. Ну, давай, двигай. Казахист уже. Господи, целкашом ведь живут. Казахист уже. шутка но хотите идите к другим там дешевле и железо все ржавые пистолетные на автоматные со скидкой мне кажется это невыгодно лучший курс только здесь я все это не так и прочитаешь можно и тебе твою ближайцу завтра не дочитал да без проблем но учитает метро 20 35 это же последняя метро которая вышла ее мы тоже будем проходить классная ссылка вы ничего не скажете чёртю ты чё блин туннель с пустыми руками собрался дуй вооружение прибарахлись как следует это дает родил ребят рассадим новичком похоже совсем зеленые щеда от эти пара не зажим руках солдатами становятся ни черта не так есть люди которые торгашами рождаются или шлюхами солдат это призвание понял да брось родился с двумя руками двумя ногами одной головой что намного важнее значит годен к воинской службе стрелять и пригибайся вот и вся наука ну ладно я думаю что нибудь ответить тому оружейная эй артём тебя оружие нужно давай ка посмотрим нет блин вилка страны воплата 545 сделано на кузнецком мосту стреляет криво перегревается в 10 секунд и поэтому называется по поводу а можно мне калаш короткими очередями и патронов не забудь набрать а можно мне калаш универсальная зарядка для фонаря батареи заряжать а можно мне калаш противогаз надевай везде где высокая радиация а можно мне калаш поверхности если тебя туда ну не дай бог занесет армейские аптечки на всякий пожарный а калаш то можно так теперь все хочешь опробовать свой арсенал прошу в мой тир а калаш можно просто постарайся первое время особо не высовываться окей а можно калаш кстати зарядка для фонаря ему этот отдал чел которого просил его сопроводить вот этот вот он ему ее подарил или у хантера в сумке она была что такое помню но не этот ему удавал он ее а он ее обменял этому челу хану который с шизой он обменял ее короче на карту волшебную который артем не умел читать танец а вот так и мы сами виноваты но ведь мне не противные в питере в минске вдруг там кто то в начале там кто и спасся сколько лет в екатеринбурге сколько лет связь ни с кем таки и не установлен но так и для ночи москву фермера городов и не было такой противоракетной системы москвы а петербург какой чудный город собор его невероят адмиралтейство с золотой иглом я вот отлично помню летние вечера на Невском все битком девушки точеные фланируют красотки детишки с мороженым шариками так что музыка несется на Невском это еще раз а теперь в репрессии уничтожили я хочу там побывать возможно в будущем я перееду туда я буду перейти в петербурге ну чё как да жив здоров сам как не пачка что-то знакомое играть я не могу вспомнить что это все готово теперь опускай ну для меня это что знакомое это на украинском было привет поросенка не хочешь приручить ну или дам усыновить недорого хе-хе да ужас слышь ты, командир нет, ё-моё, тут не люди, а макаки мутанты какие-то ты держи лестницу не сказал что ее держать-то она боже мой ну и кретина, конечно о-о-о к каравану присоединяешься ну удачи спасибо привет, Артём ну привет привет, привет, кто бы то ни был возможно мы знакомы Артём, сюда давай блин быстрее, ну честь имею ну что, готов выдвигаться а где мы опять одну записку пропустили готов? тогда двинули твое изобретение главное орудие убийства на планете похоже, чем быть тем доктором, который предупредил по местам ты, Артём, садись сюда никто ничего не забыл татьяну татьяну, мужик трясутся, да пошли эй, ребята, вы на Рижскую едете типа того не подбросите а у меня ног нету не умер, не умер, не умер, не умер, не умер заяцем не поедешь придется поднапрячься чуток всегда готов тогда двинули а где я пропустил записку в одну а где я пропустил записку в одну удачи всем, кто остается дома а нам с вами парни удачи вдвойне ну мужики, поехали ну как, готовы немного прошвырнулся вы готовы деятельность? да капитан думаю будет здорово не опасно и это еще круче что это было? свой языком такое да-да-да-да-да-да да я не хочу я случайно пропустил но думаю на этой грустной ноте то что я случайно пропустил пожалуй так откуда ты? мы и будем заканчивать это видео я ночью помаленьку туда-сюда покупаю товар метро наверное повидала давай давай двигай ближайший базар на следующей станции из Аришской там уже большой метро как они дают кучу проехали я раньше частенько в поле съездил но теперь туда-то просто не попадешь нужно или везение или паспорт гражданина Ганци а че-то ну я подарю тебе ганца с твоим кольцом и станции у нее куча но чужаков там не любят а если через Ганцу ты не можешь пройти потому что гражданством не вышел тогда тебе дорога лежит через красных фашистов или через простых бандитов а эти ребята в последнее время совсем озверели если никого рядом нет друг другу глотки режут что случилось петь в алексеевской застрял военный караван какое-то обрушение туннеля или что-то в этом роде так что вам придется ехать по служебному туннелю в обход алексеевской вот дерьмо ненавижу этот тоннель ладно петр открывай ворота не торчать же здесь пожизненно а чё у него такого в этом туннеле действительно ну это вроде как обычный тоннель с виду темноватый только я в прошлом месяце вшел ему и не понравилось мне совсем почему а опять почему они одну качают или это типа обратно осторожнее там кто вообще в курсе греченого настроена вооружены все будет хорошо да ублюдкам понимаю опасно вооруженный отчаянно вооруженный я бы даже сказал проклятие голова просто раскалывается там кто-то был если поможете качать доберемся быстрее да 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 помоги ему нам этот тоннель поскорее бы проскочить Артём прикрывай тыл есть нам чем нас до риска в три секунды нам убираться при драке давайте побежали а мне тут страшно с ними страшно и жалко их очень кто это с ними ты что не слышишь как они плачут про кого говоришь какие они да что тут творится такое а борис борис а что это за лайк что что со мной аномалия ау глазам больно то как глазам сейчас было очень больно а вот я же говорил он снился ему хантер ну нет хантер бы так просто не ждал что артём просыпайся вставай яхты обоссался а и опять белый свет он что так больно вал я помню еще был диалог в книге про то что это все из трус будут газы и шумы и радиация проснили брат что происходит так еще вставайте просыпайтесь ради бога борис очни борис а и бесполезно а боже стреляй стреляй по ним я на рычагах очнитесь и и и а а а а а что перед поэтому нету я уклонился в а а а в а и какой то добрая но хотя бы да я же его убил мы двух потеряли, жесть а есть граната то есть тебе пофигу, да? это вот называет не беречь патроны, но я думал эта кнопка прицелится а не двойной залп но мы должны беречь свои же патроны а можно туда попасть? он меня скинул, да? или это так должно быть? и че, нас типа не увидят? а типа запах крови, не? мне их че надо добить? я че за ними должен бежать? алё? а можно дяде не надо? он жив, быстрее сюда! только не огнелёг, прошу, дайте ему шанс да я уже здесь старый штучком запахло горячая ночь, а? пропусти по стаканчику не помешать, я думаю а этому лишь бы алкоголе подумать на моём пути Рижская была только первой остановкой но дальше я должен был идти один перед тем как расстаться мы выпили за то, что остались в живых говорят, водка делает храбрее но мне было всё так же страшно зато я нашёл нового покупчика поначалу он мне очень не понравился на этой прекрасной ноте мы и закончим эту сей сука, опять диалоги я когда-нибудь закончу эту серию, нет? ладно, мужики давайте выпьем за нашего Артёма которому не чудище, не аномалия, нипочём за Артёма ну за кого на письке за тебя только чёрт, если бы не ты, пацан от нас бы мокрого пятна не осталось тебе в пару медаль дать медали нет, но есть патроны держи за тебя давай, Тёмка за тебя блин, ты чё, правда непробиваемый для аномалий? посмотрим, непробиваемый ли он для водяры хех о, точно, надо проверить за удачу и за Артёма твое здоровье спасибо он такой забавный, что надо блин, он реально забавный, я хочу его на аватарку поставить ля значит на базар не попасть такая скука торчать на этих трущобах добрались сюда когда закрывают туннели, бизнес расцветает хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе на этой прекрасной ноте мы закончим это видео всем хорошего настроения всем пока